всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня сейчас хочу вам показать свой заказ забрала на почте заказала себе снова павла посадский платок и не могу очень не нравится очень хотела я себе именно шелковый большой платок и сейчас вам его конечно же покажу еще покажу сегодня парник тоже меня просили вот ну и так немного обо всем еще мне нужно сварить обед и не знаю погода у нас не очень хорошая вроде 16 градусов на улице как-то холодно периодически то выходит то пропадает солнышко не знаю в общем чем сегодня будем заниматься так в лог как обычно немного обо всем так вот моя посылочка здесь у меня всего лишь один платочек мне очень нравится как они упаковывают значит стоимость его было 3 553 и заплатила я в общем отправила на наложенным платежом и за наложенный платеж я заплатила за перевод обратно в общем денег 71 рубль то есть что это налог или что это я не знаю как называется в общем на 71 рубль больше вот все там зависит насколько я понимаю от суммы вашего изначального заказа давайте распаку покажу же сам платок вот девочки разложила этот платок распаковала вы посмотрите какая же эта красота я не могу я когда его увидела вообще если вам нравятся платки какой-то платок вам приклинулся нужно его покупать потому что когда он то есть они не повторяются это не на поток производства не стоит поэтому если что-то понравилось нужно обязательно приобрести мне очень понравился и узор и цвет и это натуральный шелк так как он такой ну очень короче я обалдею одним словом и здесь смотрите вот такая вот красивая птичка нарисована здесь вот всякие цветы вот такой вот потрясающий узор я не знаю я обалдею от этого платка просто и вот такая бахрома здесь тоже бахрома шелковая смотрите вот праздник души название рисунком действительно очень но согласитесь девочки очень красиво я вообще вот единственно что они не двухсторонние то есть видите с одной стороны и он такой видите тоненький с этой стороны более блеклый рисунок то есть не ну как не то что более блеклый не глянцевый да здесь вот такой глянцевый здесь нет так значит название рисунка праздник души автор рисунка фадеева валерия сорт 1 и размер размеры я большой взяла он был тоже была скидка там какая-то в общем не дали скидку помню то что у меня в корзине долго лежала стопроцентный шелк и размер 130 на 130 вот такой вот это же это же что-то неописуемое девочки просто красоте не такая вот такая вот красоте не меня теперь нет девочки это просто балдежный платок посмотрите какой он красивый час я стою напротив окна на дневном скажем так освещение вот так вот он потрясающе просто выглядит я обалдею девочки я не могу короче мне очень нравится пола посадки платки это то что стоит своих денег стоит каждой копейки отданные за этот платочек вот ссылочку я вам на него оставлю он там вот эти шелковые платки там столько красивых просто я хочу все одним словом но я взяла вот такой он меня покорил своей расцветкой своим таким цветом он такой голубовато фиолетовый что ли не не знаю но очень красиво согласитесь и не хочу вам еще показать свой заказ faberlic значит закончилась у меня много всяких бытовых средств поэтому у меня тут сплошные сплошные средства для стирки и уборки заказала вот этот стиральный порошок он мне очень нравится я взяла для белых и светлых тканей а для темных вещей в том числе и темные джинсы я стираю вот таким средством тоже мне очень нравится сохраняет цвет для цветных вот такое у меня биокель для стирки тоже мне очень нравится прикольно он очень такой концентрированный ну и здесь кондиционера. Взяла вот такой восточный пион. Что-то я все восточное взяла. И два вот таких одинаковых. Мне очень нравится. Они здесь очень-очень. Смотрите, девочки, какие густые. Очень классные вот эти кондиционеры. Также взяла средство для мытья посуды, чтобы у меня было уже в запасах. Вот такое с депантенолом. Мне кажется, я такое не брала. Может быть, это даже новинка. Я не в курсе. Вот. И вот такое средство биосредство моющее универсальное. Я его использую для мытья вот столешницы. Даже плиту могу им помыть. В общем, классное. Вот. Если плита не очень сильно загрязнена, то отлично. Кафель можно помыть. Всякое такое. И также взяла вот такое еще средство. Первый раз я его что-то увидела вообще. Вот. Очень вкусно пахнет. Действительно, лимонным мятом. Мятой. Здесь, видите, можно и кафель помыть, и полы помыть. В общем, много люблю такие средства. Универсальные. Видите? Чистота и защита. Еще и гигиеническую чистоту. То есть, содержит антибактериальные компоненты. Очень классно. Я думаю, что я и пол, по крайней мере, на первом этаже, там, где кафель, точно этим средством буду мыть. Так как у нас ходят все туда-сюда. И еще вот такое средство для ванной комнаты. Тоже мне очень нравится. Если нет сильной ржавчины, да, просто вот освежить, так сказать, удалить какие-то пятна, то отлично. Вот этот спрейчик у меня сюда одевается. Он у меня отдельно есть. Куплен давно уже. Вот. И также взяла вот такие освежители воздуха. Очень нравятся они по аромату моим детям. Вот такие зимние ягоды взяла. И вот такой, что это у нас? Солнечный ананас. Вот. Они по аромату очень дети моим нравятся. Так что два взяла. У меня две ванные комнаты на первом и на втором этаже. Также здесь вот такой каталог. Тоже всякие новиночки обязательно полистаю. И взяла еще свою любимую тушь вот такую. Много раз я ее показываю, где у нее артикул. Артисят два сорок восемь. Очень она мне нравится. Вот эта тушь, она в такой вот бордовой упаковочке. Очень классно. Не отпечатывается, не размазывается. Сделать прикольные ресницы. И еще взяла мне как-то одна девушка написала, спросила, как мне ароматы от Фаберлик. Я, если честно, не знаю. Не особо брала. Вообще напишите, если вы берете, вам нравятся какие-то ароматы от Фаберлик, обязательно напишите мне, какие названия или артикул я закажу. Тоже попробую. Вот этот я взяла. Там была как по каталогу что-то. Он совсем копейки стоил, если вы берете 500 рублей. Вот. Поэтому я решила вот такой взять. Попробовать сейчас открою. Попробую. Вот так вот выглядит флакончик. Здесь сколько? Тридцать миллилитров, по-моему, да. Да, 30 миллилитров. Вот. Ну, такой свеженький, слегка сладковатый аромат. Такой незамысловатый. Ну, нет, конечно, никакой у него пирамиды. Просто такой простенький. Слегка сладковатый, слегка свежий аромат. Мне кажется, дома носить такой аромат. Или летом, вот, например, сейчас. Очень такой свеженький. Ну, кстати, неплохой аромат. Не знаю постоять. Не знаю, как по стойкости. Вот. Он еще должен настояться постоять. Такая розовая водичка, да. И, ну, в принципе, даже немножко как-то кислинки есть. Вот. В принципе, неплохой аромат. Очень даже неплохой. Что-то он обошелся мне там совсем недорого. Поэтому я за такую стоимость, мне кажется, вообще отличная. Но буду ждать ваших комментариев по поводу того, какие ароматы от Фаберлик вам нравятся. Ставьте мне артикул или название. Напишите, пожалуйста. Я обязательно попробую. Вот. Так что вот такой у меня получился заказ. Я, как обычно, все ссылки артикулы вам оставлю внизу в инфобоксе. Ну, что я сварила обед. Супчик уже у меня почти готов. Сейчас буду выключать. И я сварила... Вот он у меня такого цвета. Во-первых, я добавляю сюда куркуму. Во-вторых, я сварила... В общем, я называю это гороховый суп. Почему я его так называю? Потому что если я налью в тарелку суп, поставлю перед своим, скажу, что это чечевичный суп, то у меня его никто есть не будет. Скажет, фу, какая гадость. Поэтому у меня это гороховый суп. А сварила я его вот из такой смеси бобовых для густых наваристых супов. Он действительно очень разваливается. Получается такой достаточно густой. И добавила вот такую чечевицу. Мне как-то купил муж. Но она придает такой коричневый оттенок супу. В общем, мне не нравится, как выглядит. И моим тоже не нравится. Но у меня она есть. И выбрасывать я не собираюсь. Поэтому по чуть-чуть я добавляю. И, в общем, такой вот суп у меня получается. Вообще вкуснее всего именно вот из смеси бобовых. Мне очень нравится. Здесь горох. Горох шлифованный, желтый. Горох колотый, шлифованный, зеленый. Чечевица шлифованная, красная. Вот. Вот такая вот смесь. Она мне очень нравится. Именно вот эта смесь. И, как вы понимаете, Марка Мистраль. Мне действительно очень нравится Марка Мистраль. Крупа у нее очень классная. Так что вот такой вот у нас обед. Сейчас буду кормить своих мальчишек обедом. Не знаю, муж приедет на обед сегодня или нет. Но в общем, будем обедать. И девочки, как обещала, показываю свой парник. У меня здесь вот такой вот заборчик. Вот от той мадам. Потому что она копает. Ну, мама копает, а она копает, конечно. Как же иначе? Вот. Поэтому у меня здесь такой заборчик. Муж не соорудил. И сейчас покажу, что у меня... Сейчас я закрою. Покажу, что у меня живет здесь. Помидоры. Вот они. И самый прикол в том, девочки, что я подписывала, да, свою рассаду помидорную. Подписывала, 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 подписывала. И когда посадила, забыла, чего вообще я сажала. Вот. Помню только, что у меня здесь есть черри. У меня здесь есть сорт Петр Великий. И у меня здесь есть сорт Санька. Мне кажется, что вот это Санька. Почему-то. В общем, это у меня один сорт. Вот такие помидорчики. Это, по-моему, у меня черри, скорее всего. И кто-то еще вот тут вот у меня живет. По-моему, вот это Петр Великий. Может, это Петр Великий. Короче, девочки, неважно. Видите, у меня не хватало здесь помидорчиков сегодня вечером. Могу плевать. В общем, я их подкормила под кормкой, которую мне сестра сказала. И вот у них пошли нормальные листочки. Даже будет свистеть. Где-то у меня тут еще вот здесь вот будут свистеть. Пасынки тоже я все убираю. Вот. И вот здесь вот у меня еще будут свистеть. Видите, здесь у меня такие на два ствола пошли. Вот. Так что редиска у меня уже тут мы вовсю ее выдираем, уже едим. Тут мой многострадальный укроп. Кто мне давно смотрит, тот помнит, что я никак не могу из-за на участке вырастить нормальный, адекватный укроп. Чтобы он у меня прям кустом такой был. Чтобы я вот прям срезала и не знала, куда его деть. Девочки, вот в парнике чуть-чуть посеяла. У меня растет. Здесь вот у меня баклажаны. Им тоже, наверное, не хватало, потому что я их тоже подкормила. И когда пересаживала, в общем, у них вот эти листики пожелтели. Ну вот. Но здесь уже новые хорошие листики. И вот у меня уже тут во все цветочки. Видите, там цветут. Тоже не помню, что за сорта, девочки. Вот это у меня один сорт, а вот это у меня другой сорт. Это я покупала рассады уже непосредственно в обе. А вот это сама делала рассаду. Ну как, делала мне сестра. Она у меня жила, я за ней ухаживала. Вот. И просто поливала. Мне как раз сестра в это время была беременная. И в общем, часто ко мне приезжала, оставалась тут у нас. Вот. Так что... И вот эту вот штуку, это у меня муж сделал такую систему полива. Там вот, как вы видите, стоит бочка, он туда заливает воду, там краник открывается. Короче, у меня все поливается. Это все муж у меня натворил. Вот. Это у меня такая длинная фасоль. Стручковая такая длинная, длинная должна быть. Вот. Там сорняк уже какой-то. Она растет, живет. В общем, фасоли у меня тут много. И она у меня получилась часто насажена. Я ее сажала не рассадой, а прямо сюда посадила. То есть замочила, проросло. И у меня сестра говорит, что... Говорила, что они плохо всходят. А у меня что-то, короче, все зашло. И я не буду уж ничего выдирать. Пусть будет у меня тут виться. Вот так вот я все подвязала. Ну, тут муж мне, конечно, помогает во всем руководить. Здесь моя рукола, которую мы тоже вовсю едим. И здесь у меня дальше пошли огурчики. Вот это вот у меня обычные какие-то... Тоже не помню название сорт какой. В общем, сестра мне посоветовала его. Точнее, она, по-моему, мне и даже и купила. Я, честно, уже тоже не помню. Вот. Хорошо у меня здесь все взошло. Единственное, что... Вот здесь вот я еще не подвязала. Надо будет доделать. Вот это у меня такие длинные огурцы, которые а-ля салатные. Видите? Из всего пакета, целого пакета, вот у меня только сколько получилось. По-моему, вот только три, да? Вот это тоже обычный огурчик. Ну, короче, вы поняли, да, что огородник я еще тот. Что посадила, не помню. Не важно. Мне не важно, на самом деле, какие тут сорта, какие, что. У меня вот сестра любит, знаете, там все подписывать, записывать, чтобы все вот прям четенько было. Я мне вообще все равно. Мне главное, чтобы урожай дал, и все. На этом все тут надо тоже немножко проредить, повыдергать часть на салатик. Сегодня, наверное, и сделаю. Вот. Так что вот такой вот у меня парничок. Он у меня небольшой, на самом деле. Но, как вы видите, эти детей я сюда не пускаю, потому что вот это вот мадам. Вот это вот мадам. Она у меня тоже копаточ еще тот. Тоже любит копать. Сейчас это он, гонщик у нас нелегальный, бегает там, как его дети называют ее. Вот. Так что вот такой. И здесь вот у нас такая крошка. Это, в общем, я не помню, откуда она у нас. В общем, может, чуть-чуть оставалась. Он мне посыпал, сказал, чтобы красиво было. Красивый парник. Вот дурилка бегает там у меня. Смотрите. Дурилка маленькая. Многие думают, что это у меня, знаете, не шпиц, а этот, как ее? Знаете, есть такие маленькие колли, шелти, по-моему, да? Они порода называются. В общем, он тут бегает во все. И Боночка. И Боночка, скажи, мама, куда ты пошла? Мама, куда ты пошла, да? Куда ты пошла? Не пусть у вас никого сюда. Никого сюда не пускаю, потому что они мне копают. Копаточи. Копаточи еще те. Вот. И, девочки, это у нее не клещ. Это у нее папиллома. Вот. Ее не стали удалять. Она больше не становится. Никак ей не мешает. Поэтому она не расчесывает ничего. Поэтому ей решили оставить. В общем, все как есть. Вот бандитка бегает, а? Вы посмотрите на нее. А это, кстати, у меня этот черешня мужа в этом году цвела хорошо. Одна эта муж у меня сажал. И вот там вот у нас вторая черешня. Вот. Это около парничка. Вот. Так что вот такие вот у меня огородные дела. Огородники. Сейчас вот пришла. Хочу ответить на вопрос. Как раз-таки прочитала комментарии по поводу... На самом деле, мне в последнее время достаточно часто за такой комментарий, за такие комментарии я получаю по поводу того, как я все успеваю. И при этом остаюсь спокойной, радостной и позитивной. На самом деле, конечно, я тоже иногда ворчу на своих домашних, когда они бардаки мне тут наводят. Но, в общем и целом, я достаточно спокойно отношусь к каким-то бытовым неурядицам, можно так выразиться. И, конечно же, я, как и многие из вас, не все успеваю. В моей голове, скажем так, картинка совершенно другая, нежели она у меня есть на самом деле. Вот. Но я просто правильно расставляю приоритеты, вот когда я не становлюсь злой. Немножко поболтаю с вами, с вашего позволения. У меня другие приоритеты. У меня в приоритетах, в первую очередь, это люди и животные. То есть, дети, муж и моих все хвостатые. Все четверо. И, соответственно, я в первую очередь занимаюсь ими, и потом уже занимаюсь цветами и огородом, и всем-всем-всем остальным. Вот. И я достаточно спокойно отношусь. Но не успела я сегодня помыть пол, и ладно. Также, кто смотрит мои закупки продуктов из магазина «Лента», знает, что я покупаю иногда пельмени, готовые наггетсы, готовые соки. Меня за это часто очень ругают. Говорят, что, что же, я такая за ленивая хозяйка. Ну, вот такая я, да. Иногда я позволяю себе не приготовить ужин, а съесть какую-то вот такую еду, потому что очень устаю. И потому что множество дел, например, в огороде. Вот, например, когда были посадки, да, я варила на ужин пельмени, не вижу в этом ничего плохого. И, ну, вот как-то так у меня получается. Я, наверное, знаете, ленивая на эмоции, лентяйка, потому что я, ну, что я буду переживать? Оно мне надо? Нет, не надо. Вот. И поэтому я к этому спокойно отношусь. Я также спокойно отношусь, если у меня, допустим, посадило что-то в огороде, и оно у меня погибло. Ну, погибло и погибло, и фиг с ним. Как бы вот так вот я к этому всему отношусь. Вот. Конечно, жалко. Конечно, может быть обидно. Но я как бы не так сильно это, скажем так, воспринимаю. Вот. Ну, и, соответственно, так как у меня в приоритете люди, то я как бы в приоритете. У меня, конечно, больше дом и приготовление еды, нежели, наверное, огород. То есть у меня нет такого, чтобы я ушла в огород на целый день. Нет, ни в коем случае. Я как-то распределяю, стараюсь распределять день. И оставляюсь еще позитивной, потому что я выделяю в течение дня, каждый день, время на себя. Опять же, сделать макияж, как-то одеть какие-то украшения, как-то. Ну, с прической, ладно, я с хвостом все время хожу, практически все время. Вот. Ну, что-то такое, да. Выпить, спокойно выпить чашечку кофе, сесть, там, позавтракать. Я завтракаю теми продуктами, которые мне нравятся, не овсянкой, овсянными блинами. Если бы я так завтракала, я бы к вечеру убила бы кого-нибудь, честно. Вот. То есть, какие-то, ну, какие-то такие моменты. Я очень люблю фрукты. И, не знаю, для меня там посидеть, например, в беседке, съесть какой-нибудь вкусный фрукт или выпить чашечку кофе. Для меня это такой нитки релакс и некое такое, ну, скажем так, наслаждение, которое я позволяю себе каждый день. Вот. И не загоняю себя, не ставлюсь перед собой. Ну, это такая, наверное, моя черта характера. Я не мечтатель. То есть, я никогда не ставлю перед собой какие-то, знаете, такие неизбыточные цели. Нет, ни в коем случае. И я все делаю, то есть, у меня всего понемногу. И огород у меня не такой большой. Сегодня показал парник, потом вам покажу, наверное, уже в следующем влоге покажу свой основной огород. У меня всего по чуть-чуть. У меня в огороде растут 4 капустины. 4 штучки. Совсем чуть-чуть свеколки там у меня взошла. В общем, потом тоже вам обязательно покажу. Так что всего по чуть-чуть не ставлю перед собой цели, знаете, каждый день там намывать дом с утра доверху и пропалывать огороды и так далее. Нет. Вот сегодня это, завтра это. Это не получилось сегодня. Или, например, у меня бывает такое, то есть я спокойно могу сделать. Дети там пришли и сказали, мама, поехали там куда-нибудь погуляем или еще что-то. Я все брошу и поеду. Потому что для меня в приоритете провести время не в огороде, не с тряпкой, а именно с детьми, с мужем и так далее. Поэтому я спокойно и макияж, кстати, вот тоже мне, типа, как тебе не лень краситься каждый день. Это для меня некий такой, я очень люблю макияж, я очень люблю уход за собой, я очень люблю наряжаться, я люблю украшения и все остальное. И для меня это некий такой ежедневный релакс, наверное, каждый день, который я себе, ну как, себе доставляю и сама себе доставляю удовольствие. И я, когда что-то делаю, я не жду похвалы ни от кого. Я хвалю себя сама, я вообще сама себе, сама себе все. Вот, поэтому, наверное, у меня нет такого, знаете, что я все делаю, делаю, для кого делаю. Я для себя делаю. Мне не нравится, вот не хочу я это делать, и я не буду. То есть, ну, это такая некая, наверное, гармония с собой. Просто, если вы переживаете, там, из-за немытых полов и так далее, ну, как-то, не знаю, я очень люблю себя, понимаете? Поэтому я себя ругать никогда не буду. Я буду себя только хвалить. Ругаю я себя крайне редко. Честное слово, самовлюбленная такая я девица. Но это на самом деле помогает как-то, меньше испытывать стресс, меньше испытывать какие-то негативные эмоции, быть положительной. Я, кстати, не смотрю новости. Во всем ищу какие-то позитивные моменты, абсолютно во всем. Вот. Никогда не смотрю новости. Вот. Нет, правда, вчера смотрела там про мороженое. Муж смотрел новости у меня. Про мороженое рассказывали, что какие-то штрих-коды, что ли, я не поняла. Она теперь будет наклеивать на мороженое. И из-за этого, значит, там производство какое-то встает. И, в общем, мороженое подорожает. И показывали вот эти фабрики, как делают мороженое. Да, там такие эскимошки едут. Боже мой, какая прелесть. Я говорю, мужу, надо мороженое. Мороженое надо покупать, оно подорожает. Надо затарить морозилку в мороженом. То есть даже в таких новостях я не думаю о том, что, ой, мороженое подорожает. Опять там что-то придумали. Наше правительство какое-то там не такое и так далее. Нет, я смотрю, как делают мороженое, да, как они там эти эскимошки едут. И думаю, блин, как классно, хочу мороженое. Вот. Поэтому, ну, я не по жизни такой человек, а, ну, как бы, наверное, выработала в себе больше вот такое, чтобы радоваться всему, всему, что есть. И не расстраиваться лишний раз по всяким пустякам. Я считаю, что в жизни так множество поводов, которые... Из-за которых можно расстраиваться. Поэтому из-за немытых полов или немытой посуды не стоит. Вообще, это посуда грязная, она не стоит того. Вот. Так что как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok